Ваше Высокопреосвященство и Пресвященство, глубоко уважаемый господин губернатор, дорогие отцы, братья и сестры, в завершении нашей Божественной Литургии, которая прошла в этом дивном, вновь построенном и освященном храме, я хотел бы сказать о тех чувствах, которые сегодня переживал во время литургии. Я помню этот город без всяких признаков религиозности. Храмы стояли, но они были в тех местах, что вот человек, посещающий Волгоград, и как бы проходящий по его центру, не видел этих признаков присутствия веры православной. И сердце, конечно, сжималось от одного сознания, что именно здесь, на этих Волжских берегах, решалась судьба Отечества. Какие горячие молитвы возносили люди по всей земле русской, чтобы здесь одержать победу. Как часто с верой, искренней верой в Бога, то, что Господь защитит и помилует, наши солдаты бросались в очередную атаку на супостатов. Гибли, получали ранения, тяжелейшие увечья, но ничто не могло остановить людей наших, сознававших всю важность защиты именно этого кусочка русской земли, чтобы враг не прошел дальше и чтобы победа осталась за нами. Удивительно, что еще в дореволюционное время в честь Александра Невского был возведен храм. Как будто предчувствовали, предвидели те, жившие до нас поколения, что именно имя святого полководца, защитника земли русской, должен носить кафедральный собор. Вспоминаю, когда не было этого собора, уже в далеком 1999 году я имел возможность посетить этот город. И вот, проезжая на машине мимо того места, где сейчас собор, я спросил у сопровождающего, а где находится кафедральный храм города Волгограда? Ну, мне назвали там какой-то адрес, говорю, это в центре, да нет, это не в центре. И тогда я сказал, здесь должен стоять кафедральный собор в честь Александра Невского. Я не был тогда патриархом, и поэтому у меня не было реальной власти повлиять на ситуацию, непростую, кстати, с тем, чтобы подтолкнуть строительство храма на этом месте. Но вот как-то, видимо, Господь вразумил сказать это. Я эти слова помню до сегодняшнего дня. Вот на этом месте, и по милости Божией, на этом месте сегодня я вместе со всеми вами совершил освящение великой воссозданной святыней землей русской, храм святаго-благоверного князя Александра Невского на героической земле Сталинграда, Волгограда, Царицына, города, который имеет разные названия. Но каждый из этих названий внесет в себе страничку того героизма, той любви к Отечеству, того мужества, которое люди, созидая этот город и защищая его, несомненно, проявляли в полной мере. Вот сегодня действительно храм высиял своим куполом и крестом над городом. И верим, что Александр Невский, защитник земли русской, будет сегодня вместе со всеми вами, дорогие волгоградцы. Вы вожжелали, чтобы собор в честь его имени стоял в этом месте историческом, и он стоит. А значит, и Александр Невский открыт особенно будет к вашим молитвам. И это не просто общая фраза. Это то, что реально запечатлено в духовном опыте людей. Когда мы с верой обращаемся к Богу, к святым, мы получаем ответ на молитву. Только одно маленькое условие – мы не должны сомневаться. Мы не должны уподобливаться апостолу Петру, который, увидя Спасителя, идущего по волнам к лодке, в которой находился апостол с другими, вскричал, «Учитель, я хочу пойти к тебе!» И Господь просто сказал, «Иди!» И тот вышел из лодки и пошел. Но страшный ветер волны убоялся, потерял веру и стал тонуть. Вот этот образ тонущего Петра, апостола, он должен быть в нашей памяти. Мы никого не должны стесняться, мы должны открыто исповедовать свою веру, как это делает и глава государства, и многие выдающиеся сыны Отечества сегодня. И вот это и будет нашим ответом на ту милость, которую Господь пролил над градом Волгоградом в виде строительства этого дивного собора. Собор должен наполняться людьми, здесь должно стучать сердце Церкви Волгоградской, потому что кафедральный собор есть не просто символ, но и духовный центр. Хотел бы еще раз выразить благодарность и в знак моего особого отношения к этому месту, с которым я оказался по жизни связанным, не будучи рожденным в вашем городе. Я бы хотел преподнести вот этот свой келейный образ святаго великого князя Александра Невского, он был создан еще задолго до революции, это старинный образ, это храмовый образ, а не келейный. И вот когда раздумывал о том, что же подарить вам, решил подарить этот образ из своей кельи вам. Здесь он будет более уместным. Но Александр Невский является и покровителем Волгограда, и покровителем моего родного города Санкт-Петербурга. И должен сказать, что это великий покровитель, он действительно помогает. И даже по истории Санкт-Петербурга могу об этом с соответственностью свидетельствовать. Пусть этот образ находится здесь, Владыка, в этом храме. Еще раз хотел бы поблагодарить сердечно господина губернатора, властей, всех тех, кто по-настоящему близко к сердцу принял саму идею строительства, вложили в эту очень непростую программу и свой интеллект, и свою веру, и свои материальные средства. И сегодня мы имеем один из самых величественных храмов по Волжье, посвященных замечательному русскому святому и правителю земли нашей, и полководцу, и герою, который по справедливости назван именем России. Александр Невский – это и есть имя России. Пусть прославляется это имя здесь и на всех просторах нашей Руси. И пусть образ святаго, благоверного князя Александра, пусть он вдохновляет нашу молодежь на пути укрепления своей веры. Потому что знаю, что сегодня большая часть молодежи, увлеченная различного рода влияниями, поступающими извне, как-то на периферию своего внимания оттесняют самое главное, как сказано в Слове Божьем, единое на потребу – это веру в Бога. Не делайте этого ни в коем случае, если хотите быть счастливыми. Вера в Бога должна быть в центре жизни. Это не значит, что нужно чуть ли не каждый день в храм ходить. Это значит, ни один ваш день не должен пройти без того, чтобы, проснувшись, вы не призвали имя Божие и не синили себя крестным взаменем. И не сказали, Господи, помоги мне, огради меня от искушений, соблазнов. А самое главное – это ошибок, некоторые из которых могут очень дорого стоить и иметь влияние на всю последующую жизнь. Кстати, Александр Невский был быть почти что сверстником той молодежи, которая здесь стоит. В 14 лет он уже взял в руки меч. Со всем молодым юношей он сражался на Чудском озере и на берегах Невы. Можете себе представить, особенно молодые люди, с тяжелым мечом в руках на коне, и не просто так, чтобы показать свою силу друзьям, знакомым или окружающим, а чтобы идти насмерть. Потому что в то время, когда бой означал реальное соприкосновение противников, процент смертности был огромен. И никто не знал, уйдет он с поля боя живым и здоровым или нет. И Александр Невский. 19-летний юноша возглавлял наше русское воинство. Какой горячий, сильный и притягательный пример для подражания нашей молодежи. Александр Невский – это наш герой, это наш святой и, конечно, потрясающий пример для молодежи. Еще раз хочу сказать, что не случайно наши предки назвали кафедральный собор в Царицыне именем святаго-благоверного князя Александра Невского. Это имя очень и очень правильное по отношению к собору, который на особо пострадавшей во время Великой Отечественной войне земли создан. Замечательно, что появился светский мемориал, грандиозное изображение матери Родины утечечем, созданное с обнаженным мечом. Замечательное место памяти всех, кто погиб здесь. Общегосударственное, общенациональное место памяти погибших. А вот этот собор пусть станет местом православной молитвы за всех погибших. Наравне с Мамаевым курганом. Там воспоминание историческое, здесь воспоминание духовное, здесь молитва, здесь то, что реально нас связывает с героями, защитниками Волгограда. Пусть наполняется этот храм, и пусть всегда здесь возносится молитва к Богу о великих защитниках этого града на Волге, о великих защитниках нашей Родины, во множестве погибших на этих Волжских берегах. Редактор субтитров